Кулинарные умы мира и мишленовские звезды встали раком и стали делать специальные, как бы, реверансы кулинарии. И мир кулинарии, и как бы, строгу, ёпта, от этой вот тяжелой, можно сказать, буевой истории про пизду из бриллиантов, которая стала тухнуть. Ну, это все было на специальных таких нон-профитных показах, то есть это в газетах не афишировалось. Эта ребятня сиха приезжала в Сан-Суси, под Берлином, даже вот один случай был, стала пованивать тухляков, короче, картины, это самое, галереи, бля. А там, галимый пидоросняк, гопота, блядь, ходят, суки, картины смотрят, гниды, пивные гниды, я им говорю, пивные гниды. А это же мир моды, он хоть и такой, но он таинственный, потому что сейчас тенденция и прет, она тухляком, прет из-под пола, потому что там у них тайный подвал. И все люди, они одеты красиво, очень приталенные, у них костюмы специальные, очень хороший икрой, который обсуждают в разных журналах, в том числе и повара откликнулись. Они сделали коллекцию, один француз, она называлась «Ебучая отрыжка», и там был подан лосось специальный, разорванный, и внутри было из крема сделано маленькое отверстие с бриллиантом, и бриллиант как бы, и это показывал вот эту историю десятилетней давности, которая проникла в аналы культуры, в аналы науки, и в аналы вот всей этой ебучей пидоросни. Далее, мне очень мало времени дают выступать в залах, и поэтому я буду выступать на последнюю, потому что меня тоже эта история тронула, я каким-то образом приближен, и я расскажу все. А если кто-либо будет здесь включать музыку, я ему дам поебалу, или не дам, потому что я достаточно интеллигентен, и достаточно утончен. Единственное, что моя обонятельная структура, ну я даже в живую представляю вот эту модную тенденцию протухшей пизды, ну как бы запах сладковатый, недаром называли вот это ёбаный артишок, и просто вот если заветрить где-то в Нормандии, у скал, в районе вот каких-то вьюнов, ну кто не бывал в Шотландии, тому что говорить, девать его в рот, а там ветры такие задувают, и там как бы небо соединяется с океаном, и из неё в общем всё это падло-полезло морское, потому что она переродилась, у неё выросли щупала, и она прыгнула в море и взошла уже в районе гуси в Токио, вылезла и поработила собой город. Спасибо. 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 Поздно, несмотря на неранний час, просто оставайтесь с танцами на вечеринке Редрэпа. Спасибо. 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 И так, дорогие друзья, дорогие друзья, пришло время того, чего мы так долго ждали, того, чего мы ждали весь этот день, весь этот вечер, и всю эту неделю, и всю эту жизнь, и весь этот месяц, и всего, всё остальное время. Давайте подождём, давайте подождём, пока люди немножечко подключатся, пока они вернутся на стрим, потому что пауза была долгая, отвалилось достаточно много народу, почти тысячи подкинул нас, но кто знает, может быть, сейчас вернётся даже больше, чем ушло, кто знает, кто может предполагать Counter-Strike Global Offensive, дорогие друзья, Counter-Strike Global Offensive, это именно он, Алл Кимов. Спасибо за подписку. Ну что ж, друзья, хайп, хайп, хайп. Итак, у нас сегодня 6 Shadow Cases и 9 хромированных кейсов номер 2 с обезьянием делом, мать твою, с обезьянием делом. Спасибо ещё раз всем подписавшимся, задонатившим и сделавшим возможным, сделавших возможным этот стрим, дорогие друзья. Ещё раз спасибо вам без вас, всё это было бы невозможно. И будем надеяться, что сегодня мне повезёт, что сегодня удача улыбнётся нам. Ну что, чат, как вы чувствуете? Чувствуете что-нибудь? Война уже была, война уже давно закончилась. Сейчас начнётся сражение за хорошие дропы, за этих замечательных, симпатичных, красивых кейсов. 15 ключей, каждый по 170 рублей, можете сами посчитать, во сколько мне всё это обошлось. Но ради вас я готов на это, только ради вас, дорогие зрители. Только ради вас. Только ради вас сегодня всё это, это безумие, это настоящее, настоящее безумие в охоте за обезьянием делом. Сначала, сначала мы откроем, сначала мы откроем более дорогие кейсы. ShadowCase 70 рублей на торговой площадке. Можно достать из него очень редкие теневые ножички. Вот эти, которые разорвали сообщество CSGO на две половины. Некоторым не понравилось, только они выглядят, но это вещь, это вещь. Да, это кейсы, друзья. 12 месяцев по отряд, Desertir 990, именно в этот момент тебе и стоило подписаться. Молодец, что я это сделал. Невозможно выбрать моменты лучше. Невозможно выбрать моменты лучше. Я сейчас посмотрю. Да, вернулось 100 человек из 1000, которая ушла. Я думаю, что нам пора приступать к открытию этих кейсов. Фух. Итак. Итак, вот они все уже здесь. Они готовы к тому, чтобы я их открыл. И первый кейс пошел, вот оно, обезьянье дело, мать твою. Это настоящее, самое настоящее обезьянье дело, за которым мы охотимся уже. Пятый кейс опенинг. И мне наплевать, что ключи и все это дерьмо стоят 170 рублей, а само обезьянье дело не стоит ничего. Это принцип, это принцип, дорогие друзья. Обезьянье дело должно нам сегодня выпустить. Верите ли вы меня? Да, у меня остался лорд червей. Чат меня спрашивает. Лорд червей, прекрасная АВП, очень красивая, хоть и не слишком дорогая. Вот она, вот она, бог червей, бог червей. Итак, чат, вы верите в то, что выпадет обезьянье дело? Давайте, давайте, подкиньте мне, подкиньте мне вашей любви. Призывай обезьяну, правильно, мать твою, призывай. Итак, первый ключ пошел. После этого у нас будет еще 8 таких же кейсов. И в первом кейсе нам падает... Дезерт Игл, бронзовая декорация, парни. Дезерт Игл, бронзовая декорация. Кремодженик, спасибо за подписку, братишка. Приветствую тебя на стриме. Огромное спасибо тебе. Могу тебя уверить, что деньги с твоей подписки пойдут на кейсы на обезьянье. Дело. Черт, обидно, обидно. Ну, первый кейс всегда неудача, первый блинком, вы же знаете. Итак, хромированный кейс. Хромированный кейс 2. Вот оно, вот оно манит своим бананом на корпусе. И что, 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 что нам выпадет? Это... МП-7 броня. МП-7 броня. Ну, пока не везет, парни. Пока немножечко не везет. Пока немножечко не везет. Чуть-чуть не хватает нам. Чуть-чуть буквально, чтобы повезло. Я считаю, что нельзя, нельзя сдаваться. Нельзя сдаваться. Два кейса, это только начало. У нас еще впереди достаточно, чтобы...